354 человека на изоляции. С начала введения в республике режима повышенной готовности в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции руководством Дагестана было принято решение об организации пунктов обсервации для приезжих. Подробнее расскажет Алина Багилова. Приезжие размещены на базах отдыха «Одиссей» и «Дельфин». Гражданам предоставлены комфортные условия для проведения 14 дней в изоляции. В гостиничных номерах с видом на море есть все необходимое – санузел, телевизор, холодильник и даже Wi-Fi. Все обеспечены трехразовым питанием. К нам поступило в первый раз на обсервацию. Граждане были с Азербайджана, но они с российским гражданством. 380 человек. 26 числа уехало 354 человека. 26 человек осталось на дополнительное. Трехразовое питание, проживание – все это бесплатное. На базе отдыха «Одиссей», соблюдая требования Роспотребнадзора, на обсервации находится 100 человек, из которых 9 детей. Ежедневных посещают врачи, проводят термометрию, контролируют появление симптомов, присущих к COVID-19. По оценкам медперсонала, все они чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день здесь у нас находится подопечных 45 граждан Азербайджана, прошедших границу с Россией. И среди них здесь у нас, в нашем корпусе, находится один ребенок лет четырех. Как вы себя чувствуете? Состояние у всех наших подопечных удовлетворительное. Жалоб нету, температурующих нету. Все пока хорошо. Помимо граждан, приехавших из Азербайджана, на обсервации также находятся три человека, прибывшие на родину из Соединенных Штатов Америки. Все они также обеспечены бесплатным питанием и проживают в комфортных гостиничных номерах. Я прилетела сюда 31 мая из Соединенных Штатов. Нас сразу заселили здесь комфортабельные номера. Хорошо кормят, хорошо с нами находятся. Очень благодарны за завод.